алексей день добрый безумно рад тебя видеть андрей привет 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 тебе и всем твоим зрителям тоже рад тебя видеть погода нас радует солнышко светит похолодало только чуть-чуть я напомню что алексей один из немногих управляющих чьи результаты вы можете лицезреть в интернете а то у нас бывают люди выступают и непонятно всегда рассказывать что по минимуму купили по максимуму продали вот а еще в один товарищ выступал у нас нам знакомы с алексеем рассказывал что он три года шарте стоял вот ну вот но все мы никаких нет доказательств просто от мань от максимума до минимума но никаких и доказательств не представил внутри года стоял и прибыль просто офигенно вот что у тебя какая доходность моя ну за последний год мой основной портфель который собственно я веду и я сам инвестирую на основании этого портфеля да это мой портфель по сути реаппликации два ци один процент за год за скользящий ну то есть 30 апреля по 30 апреля 2024 21 процент я доволен результатом не на западе тебя был если ты штамповал 20 процентов каждый год носили бы на руках это понятно слушай но как показывает история если честно да вот я говорю вот у меня мои инвестиции за я вот же верну свой портфель с 2005 года и стараюсь так аккуратно все записывать вот считать у меня на самом деле средняя доходность 15 едва сейчас получается за весь этот перемежуток 2005 по текущий момент и на самом деле это отличный результат если вот честно все посчитать это прекрасный результат потому что ну люди всегда любят гнаться за иксами да я наверно по молодости любил но со временем да вот я понимаю что чем так сказать планомернее и поступательный ты идешь тем обычный результат более надежный получается поэтому конечно не могу похвастаться хорошими взлетами но зато я могу пора по похвастаться небольшими падениями рынков знаете вот это как в америке бабушки отлично при переигрывают управляющих профессиональных но когда начинается какое-то серьезное падение как там крит риск док-комов тут уже бабушки бессильны и пока что управляющие все-таки нужны ну да ну как это мне нравится здесь знаешь фраза баффета вот я часто любят приводить я тоже люблю эту фразу на постоянной тренировки не дают лучших результатов да не дают стабильные результаты вот мне кажется это очень важный такой аспект стабильность намного важнее чем бывает периоды хороших результатов потому что ну во первых очень сложно же отделить да где тебе повезло а где действительно был правильное решение вот у меня очень понравилась книга канемана я в свое время читал многие нам читали называется думы медленно решай быстро и там очень много таких примеров приведено когда действительно отсеять случайность от прозорливости или от твоих собственных решений это непростая совершенно задача ну вот я вижу что вот отсеять это можно только путем как раз каких-то стабильных результатов вот я по своей стратегии она не может обогнать индекс московской биржи например на растущем рынке ну потому что она включает в себя другие активы да в любом случае облигации она включает себя золото да и так далее конечно такие стратегии которые вот на разный класс активов ориентированы они не могут обогнать обогнать какой-то конкретный индикатор в конкретный период времени да ну вот всегда будет какой-то индикатор который в этот момент лучше да там на растущем рынке акции конечно он будет растущий рынок акции лучше моего портфеля да ну или например не знаю в какой период наоборот падение рынка акции да там большого да будет например как то вот американские облигации обычно растут когда американские рынки падают да то есть вот понятно что тогда облигации да будут хороший результат показывать краткосрочные да вот понятно что моя стратегия в какой-то конкретный промежуток времени мой портфель да он не может обыгрывать какой-то конкретный индикатор который всегда будет лучше меня но в среднем да получается я на долгосрочке выигрываю меня это в принципе устраивает слово выигрываю не совсем правильно потому что игра это все таки да как в казино мы занимаемся инвестициями это не совсем игра если совсем не игра на поэтому результат на мой взгляд в 15 половиной процентов он достойный он не идеальный и добавь это мне очень далеко в этом плане да вот и он в рублях подошла кто-то сейчас скажет а в долларах совсем ни о чем да то но в принципе это очень неплохой результат и если посмотреть ну на весь промежуток то это 16-кратный прирост капитала за это время слушаем очень неплохо хорошо давай подумаем что целевая аудитория которую нас сейчас смотрят это люди у которых был бизнес потом этот бизнес в они продали потому что или у них отжали и но есть деньги и они не склонны пан или пропал они не склонны сильно рисковать у них есть длинные деньги и они вот то что заработана тяжелым трудом без они склонны какая сейчас таких людей долгосрочников может быть стратегия что сейчас интересное я в любом случае думаю что люди которые рассматривают фондовый рынок именно как я бы нам тут андре так сказал во-первых нельзя рассматривать фондовый рынок как бы в разрезе бизнеса все-таки это не одно и то же и это скорее все-таки дерзификация именно своих накоплений прежде всего да ты как-то очень так жестко поставил вопрос что человек лишился бизнеса да например по какой-то причине закрыл его отняли неважно даже да то есть но у него нет этого бизнеса и он теперь ищет альтернативу и вот я могу сказать что все-таки ведение собственного бизнеса это не альтерна и фондовый рынок это не альтернатива этому процессу не то просто он не хочет вести просто хочет сохранить то что ну если он хочет реально сохранить то я считаю что большинству кстати практика показывает даже вот с моих клиентов с кем я работаю общаюсь да это в основном умеренный подход то есть вот то что как бы говорят умеренный уровень риска да это когда человек примерно готов нести риск примерно в 10-15 процентов ну то есть по сути если мы говорим в терминах просадок да да это примерно до 20 процентов просадки на в своем портфеле понимая что да этот процент просадки может принести потенциально прибыль в те же 20 может быть чуть больше 25 процентов прибыли то есть вот примерно такая разумная составляющая существует в отношениях большинства людей как раз которые занимались бизнесом часто увели потому что бизнес обычно все таки более рискованные мероприятия и потери за там бывает зачастую чувствительнее чем в фондовом рынке но вот обычно это умеренный характер риска то есть этот как раз портфельные подходы которые включаются различные классы активов то есть это никогда мы ставим все все деньги на только на акции или все деньги только на облигации хорошо у нас с тобой будет сегодня очень динамичное интервью я тебе обещала скажи пожалуйста ну иначе да 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 в своем телеграме закрытом телеграме ты публикуешь различные расчеты вот по облигациям расчеты по акциям по золоту ну я тоже транслирую что разрешение на своем платном канале эти расчеты скажи пожалуйста вот какая-то получается единая картинка пазла что например акция неинтересно облигация интересная но такое что-то единое или пока не никак не стыкуются пазлы ну в моем пока под представление все как раз достаточно неплохо состыковалась вот и в прошлом месяце я же как раз помощь публиковал долгосрочные расчеты да я делаю каждый месяц краткосрочные расчеты и долгосрочные краткосрочные я делаю в основном с точки зрения подписчиков кому интересно да 2 я иногда принимаю решением по хеджированию позиции если они у меня есть вот открытой позиции да у меня же есть там в акциях в облигациях и вот я могу на краткосрочных расчетах принять решение по хеджированию например позиции да если я вижу ну какую-то такую серьезную ну скажем так серьезное основание для этого хеджирования вот но и свой портфель я исхожу из долгосрочных расчетов и вот в прошлом месяце как раз в апреле сделал все эти долгосрочные расчеты раз в квартал я их делаю я могу сказать что у меня пазл то в принципе сложился на по сути на текущий квартал да и мой портфель сейчас отражает этот самый пазл то есть я считаю что у нас достаточно большая вероятность движения рынка ну нет неправильно сказал что вероятность движения рынка акции российскую что вверх что вниз примерно составляет 50 на 50 ну то есть понятно что там может быть не прям ровно 50 на 50 но близко до к этим значениям я считаю что вероятность роста облигации достаточно высоко а доходность сегодня которая дает облигации вообще прекрасно с долгосрочной точки зрения и я с этой позиции наращивал позицию позицию в облигациях сокращал как раз сократил дом примерно чуть меньше чем 50 процентов сократил акции увеличил долю в долгосрочных облигациях и я достаточно сильно сократил позицию в золоте вот на почему я это сделал потому что я собственно ну во первых у меня золото само по себе неплохо принесло до доход в прошлом году с учетом рублевой переоценки вообще очень неплохо получилось вот и я не вижу скажем так если раньше я достаточно скептически смотрел на американский рынок с точки зрения потенциального кризиса ну ты имею ввиду потенциально финансового кризиса тот многие факторы которые говорили о том что кризис вполне возможен они начинают уходить но я имею ввиду в американском рынке на почему это важно потому что вот золото это прежде всего такой классный актив который классно реагирует в кризис вот она хорошо как бы в антикорреляцию уходит с американским рынком растет в этот момент ну вот и я держал достаточно длинную позицию золоте на большую 15 процентов достаточно много от портфеля вот золоте и я сократил эту позицию потому что вот эти факторы кризисные стали уходить но еще один аспект когда который я собственно ставлю я не верю ни в какие алармистские заявления по отношению к рублю то есть как всегда да этот рубль доллар что завтра по 120 или там по 60 да я в это не верю вот я считаю что долгосрочно мы ну даже если не совсем прям долгосрочно берем а берем в разрезе года да то мы не увидим никаких таких существенных скажем так средних значений доллара да на этом горизонте то есть он может быть там 90 как я считаю что может быть 92 97 по итогу конца года ну вот и в принципе при таком разрезе до меня не сильно волнует отклонение да если конечно завтра отклонение будет высокая то что волатильность валюте может быть достаточно высоко ну то есть на если я увижу 110 то конечно я скорее всего буду доллар продавать на если я увижу соответственно 80 его скорее всего буду покупать но опять же я буду это делать скорее через фьючерсные контракты потому что напрямую те доллары которые я держу как вот заначку да тут точно она есть заначка она просто мне не нужно да то есть я я их не трогаю то есть это как ну как просто заначка как у любого норм человека у нас в россии есть у кого доллары в заначке на есть вот если вот отвечает на твой вопрос то смысл именно в том что сегодня мой портфель вот из всех из всех вот этих до золото облигации акции да вот сегодня он сложился именно в той парадигме ли в той в той пропорции как я вижу вот вероятности движения тех или иных активов если конечно российский рынок приход хорошо упадет предположим да там процентов на 10 или 15 то наоборот я опять увеличу долю в акции да за счет например во первых у меня есть краткосрочные вложения они остаются достаточно высокими это порядка 10 процентов краткосрочных облигациях но раньше я держал облигации сейчас я больше люблю вот эти фонды денежного рынка да вместо них я и не часто использую то есть у меня есть источник да из чего я переложусь в акции вот и соответственно если наоборот вырастет хорошо да то я наоборот переложусь вот эту дельту по подзакрою и переложусь больше в долгосрочной облигации ну то есть вот такая вот позиция балансировок моя текущая поэтому сейчас портфель отражает по сути вот те концепции да или тех вероятности которые присущи каждому из этого класса актив я знаю ты рассчитываешь по отдельных акций там альфа скакуны альфа скакуны тоже случилось с газпромом это так сказать это уже прочитан тобой ну газпром вообще-то давно никогда давно уже не был никаким альфа скакуном он уже даст очень давно не является и поэтому в расчет он уже очень давно не попадает с этой с этой точки зрения ну вот и конечно альфа скакуны в этом плане ну немножко запаздывающий показатель то есть конечно вот такие резкие события которые произошли буквально там на днях на то есть конечно это никакой борьб с как он этого определить не смог да ну вообще то я думаю что это вообще никто не может определить честно говоря ну вот поэтому я мог бы сказать что просто у меня бы не было акции газпрома в портфеле альфа скакунов с альфа скакунами не все так просто кстати на том же закрытом канале да ты наверняка читал я публиковал некоторые графики показывал почему я не люблю чисто альфа скакунов потому что они хорошо растут в период роста рынков да но они обычно очень хорошо падают в период и падения то есть и вот поскольку я не знаю как как ты начал сегодня да где минимум где максимум идти где выйти да я понимаю что вот сам поймать этот момент хода выхода это большая проблема ну вот и чтобы альфа скакуны хорошо работали нужно определенное количество их чтобы они попали в портфеля их далеко не всегда бывает определенное количество поэтому проще их не покупать в этот момент понятно какая сейчас долю тебя фонда денежного рынка доля акции дом доля облигаций разных портфелях например на долю доля акций 45 процентов доля долгосрочных облигаций 35 доля соответственно золото 5 остальное краткосрочные вложения понятно но по сути вот то что сказал последний этот фонда денежного рынка вот у нас есть акции которые показали динамику не самую хорошую например века тот же газпром когда акции начинает падать выходят какие-то новые вводные данные ты как-то перри занимаешься перед тряхиванием портфеля удаляешь их или или наоборот увеличиваешь долю нет нет я обычно так не делают то есть я не реагирую на в моменте на изменения каких-то вещей то есть и моя как бы стратегия она изначально на это не заточена даже когда я покупаю скакунов вот есть конечно вещи которые я принимаю как бы как базис и они связаны скорее не котировками на рынке с какими-то событийными вещами но самым наверно ярким примером можно вспомнить какую-то историю с юкосом там или с fk системы до когда ну понятно появились такие политические скажем так факторы до которые явно могли создать проблемы а там тому или иному виду бизнеса и вот собственно вот в этом случае да я вот в этом случае если у меня вдруг в портфеле есть подобные бумаги то я не важно что происходит с ними да я как бы обычно это все закрою да просто потому что играть с государством здесь не имеет смысла да вот надо дождаться успокоения ситуации соответственно дальше принимать решение какое-то то есть если человек сейчас находится у него акции газпрома ты скажешь не суетитесь дождите успокоения потом же примет решили да я не могу тебе ответить на этот вопрос то что у меня-то смогу спрога сейчас не было да но если бы если бы он у меня был то я бы скорее всего ничего бы пока не делал хорошо а твое отношение компании новотек слушай ну компания хорошая стой а давай-ка мы это запишем на платный канал вообще давай мы это все интервью порежем на стрипы ленточки и так будет дороже а как ты думаешь но раз ты считаешь это хорошая идея тут тебе полностью доверяю андрей давай сделаем так я стираю это все я стираю не было ничего твое отношение компании сбербанк к акциям сбербанк потому что ну вот например выступал известный финансист сейчас я вспомню кто задорнов и сказал что вот сбербанк это наше все но опять вот многие говорят что сбербанк если раньше был говорили газпром или виду фондовый рынок это газпром сейчас имеется ввиду фондовый рынок это сбербанк и сбербанк наше все а помню твои расчеты показывали что сбербанк и даже не был бы в портфеле да вся штука в том что ну помнишь кстати чуть-чуть про помощь когда-то лукойл тоже был наше все да то есть такой тоже был период в двухтысячных годах лукойл кстати в индексе занимал 48 процентов на минутку до цель была самая крупная компания в индексе нам бы еще тогда его называли да не они ему x как сейчас в начале 2000 да ладно то есть этот вопрос такой что понятно что эти фавориты они меняются периодически да то газпром то лукойл то сбербанк то там еще кто не появится наверняка со временем но как я отношусь сбербанка вам почему сбербанк это хорошая покупка но она по сути не чем не отличается от покупки бы индексного фонда да потому что она более волатильна да да в какой-то период времени сбербанк может обойти индексный фонд какой-то он будет чуть хуже него да то есть но по сути это ставка на рост в целом до российского рынка акций и и потому что сам сбербанк даже не с точки зрения его доли в этом индексе да кстати доля его не очень большая в индексе на она одна из самых больших но в принципе в процентном соотношении она не очень большая там да поэтому поэтому сбербанк это с точки зрения вот как бы икон это как экономика страны да то есть вот собственно ты делаешь ставку на то что ты будешь просто расти ну с рынка вместе либо с экономикой страны вместе и с этой точки зрения я как бы ничего не могу сказать плохого для тех кто покупает сбербанк долгосрочно да пожалуйста покупайте это неплохая покупка но это не тот игрок если вы хотите получить иксы данной как бы вот с точки зрения какого-то реально заработка поэтому она как раз и не является альфа скокуном зачастую да именно по той причине что она очень-очень скоррелирована с индексом по своему поведению да и очень часто вот бывает чуть периоды лучше чуть хуже но именно поэтому она не от среди выстреливает вот с этой позиции вот поэтому до сбербанк в какой-то период кстати он может быть портфелью легко присутствовать виде альфа скокунов но это такое не очень недолгосрочное обычно время выхождения сбербанк ты знаешь у меня вот портфель есть запихать сбербанк тоже онлайн это вообще не хочу от акций сбавляться там есть четыре акции всего лишь ну я имею ввиду московская биржа полюс сбербанк и сейчас позитив я готов просто их держать и держать если будет падение я буду наращивать их и все ну в принципе сбербанк понятно полюс в принципе тоже понятно московская биржа мне кажется одна из тоже не по очень неплохих историй просто по той причине что у нас все теперь бирже это московский ну как элемент выходит на это самое на размещение на санкт-петербургской бирже не знаю что санкт-петербургской бирже это конечно вот такое мероприятие не знаю чем все там дело закончится с точки зрения бизнеса конечно тяжело будет конкурировать с моим саймой x посмотрим посмотрим пока пока санкт-петербургскую биржу с точки зрения бизнеса преследовали одни какие-то неприятности возможно даже не с ней самой напрямую связанные да то есть напрямую на ее влияющие да и здесь ну если из как бы выбирать то я бы выбрал так же как это московскую биржу несомненно вот единственное что ничего не могу сказать это позитив потому что позитив на мой взгляд это ну во первых это молодая компания ну с точки зрения дата в облице на на рынке и так далее а второе мне кажется это такой свобода российский вот вариант любви к типу к компаниям а-ля microsoft или а-ля apple там американских дают вот такая история когда люди больше склонны верить но в некоторую хорошую историю да как тесла там да там вот чем собственно опираться на какие-то существенные я бы сказал так фундаментальные факторы перспективы я не люблю такие бумаги да именно по вот такой причине что да это хайп это своего рода такая интересная история но я не могу сказать сегодня что это вот прям такой реально уверенный скажем так либо альфа скаку ну альфа скакуном он точно не будет потому что время мало прошло чтобы определить вот если говорить не про альфа про fundamental мне кажется там много таких подводных камней бизнесе самого позитива до который вот может быть сказаться весьма печальная вот знаешь как бы вспоминаю историю я когда-то лет наверное пять но может даже больше 7 владел компании армада ты помнишь такую компанию нет вообще не помню вот была такая компания сейчас может быть многие не вспомнят акции компании она тоже занималась айти с программным обеспечением и вроде как потенциально она тоже работала там немало было государственных заказов у нее и все у было хорошо да то есть и в общем то я как бы как фундаментально купил эту компанию с надеждой значит что я заработаю на на российском microsoft и да но поскольку ты это не помнишь вот и вся идея в том что до компания армада к сожалению впоследствии это по сути развалилась потому что было спор между с основными акционерами который привел дальнейшему по сути кук к развалу этого бизнеса в целом и вот я не хочу сказать что позитив ждет та та же самая история но мне кажется подобные риски да они всегда существуют и вот и нори для повышенный в этом секторе вот возьми в к суровом они пели про дивизионы игр про прибыль от продажи этих игр в азии и все и чем это все кончилось поэтому вот такой сектор такой сектор к тому что вот с точки зрения если меня просто спрашиваешь вот как бы вот это немножко не в моей инвестиционной философии просто покупать подобные штуки да я не говорю ну если как бы человек готов пойти на какие-то такие риски почему бы нет позитив не сам плохая история в этом плане но это просто не в моей инвестиционной философии это явно выходит за пределы моего представления о так сказать умеренном подходе к инвестициям хорошо что нового с обучением я видел ты не программу курса прислал которую выше школы экономики запускается спасибо тебе что упомянуло это но у нас в 20 мая стартует большая программа это программа профессиональной переподготовки называется финансовые фондовые рынки человек который ее закончит шесть месяцев мы учимся соответственно там много различных дисциплин это все о фондовом рынке от его инфраструктуры о подходах в инвестициях о подходе в анализе ценных бумаг и фундаментальном и техническом да и это и это в том числе построение портфелей до оптимизации этих портфелей это корпоративная часть то есть мы там кстати ярослав кабаков да вот что нам будет рассказывать про работу с айпио с vdo позиции не только с позиции инвестора но и с позиции имитента то есть это обширная программа включает себя очень много различных блоков и человек после по итогу этой программы получит соответственно диплом о профессиональной переподготовки до высшей школы бизнеса высшей школы экономики вот и соответственно в любом случае это повышает его как минимум статус при устройстве на работу в профессиональных участников да если он хочет это но я уверен что программа полезна не только для тем кто хочет работать до в сфере финансов или в сфере вот профессиональных участников но и полезно для частных инвесторов потому что там вот настоящие подходы те которые действительно дают понимание о том как работает рынок как он устроен и как построить свои портфели чтобы получать те самые стабильные результаты от инвестиций да ну а не рассчитывать на там скажем синицу смысле это журавля в небе понятно спасибо ну ты не пришлешь ссылочку с несложно конечно конечно андрей спасибо тебе что разместишь спасибо большое за интересное интервью андрей спасибо тебе всем до свидания